Всем привет! Я Баев Дмитрий, и сегодня мы поговорим про PostCSS, как он работает, и разберем для него плагин AutoPrefixer и группу плагинов CSS Next. Для начала заглянем на GitHub репозиторий PostCSS. Здесь представлена очень наглядная документация. Понятно и доступно разделено большое количество плагинов на группы, чтобы облегчить с поиском нужного расширения для PostCSS. Особенно будет полезно для людей, которые только знакомятся с данной технологией. В самом низу документации показано, как правильно подключить PostCSS к различным сборщикам проекта, например, галп, вебпак и нб. Теперь давайте подробнее остановимся на схеме работы PostCSS. Мы пишем нужный нам CSS код, затем этот код принимает парсер. Это синтаксический анализатор, который разбирает наш код на структуру данных, хорошо отражая синтаксическую структуру входной последовательности, и хорошо подходит для дальнейшей обработки. Далее, после разбора входного CSS кода, он проходит стадию преобразования плагинами. Плагин в PostCSS – это маленькая JavaScript функция, примерно 70-100 строк кода. Все преобразования нашего CSS кода происходят на стадии плагинов – JavaScript функции. После преобразования CSS карты нашего кода, он передается к генератору, который выполняет обратную работу парсера. Собирает наш код воедино и на выходе дает новый файл CSS, который будет понятен браузером. Теперь перейдем к небольшой практике. Нам понадобится установить несколько NPM пакетов – GALP, PostCSS и плагин, который мы сегодня разберем – автопрефиксер. Перейдем к нашему GALP файлу. В самом начале файла мы задаем наши переменные GALP – PostCSS и автопрефиксер. Далее мы задаем задачу GALP и создаем массив процессорс, и в ней уже подключаем наш плагин с дополнительными параметрами. В данном случае мы указываем, что нужные префиксы добавлять к 5% последних версий всех современных браузеров. Иначе это можно было записать LastVersionTo – использовать последние две версии каждого из современных браузеров. Под видео будет ссылка на репозиторий этого плагина, где будет более детально и подробно про него расписано. После этого возвращаем значение функции, в которой указываем, первое, где находится наш файл, в котором мы будем писать исходный наш CSS-код. Второе, указываем наш массив процессорс. Третье, указываем путь к папке, где будет лежать наш скомпилированный на выходе CSS-код. После этого указываем стандартную для галпа задачу Watch и объединяем все наши задачи для удобного и быстрого запуска галпа. Запускаем галп для дальнейшей нашей работы. Напишем пару CSS-свойств для наглядной демонстрации его возможностей. Слева будем писать код, а справа у нас будет скомпилированный CSS-файл. Как видите, автопрефиксер без ошибок подставляет нужные нам префиксы для указанных браузеров. Теперь давайте перейдем к группе плагинов под названием CSS-NEXT. Эта группа плагинов позволяет уже сейчас использовать возможности CSS-4. Перейдем на официальный сайт CSS-NEXT. Тут очень детально расписаны все его возможности. В этом уроке мы разберем некоторые из них. Установим нужен нам NPM-пакет. Теперь занесем новую переменную в наш галп-файл и запишем ее в массив Processors с дополнительными параметрами, благодаря которым мы подключим Custom Properties, Color Function и Custom Selectors. Запустим галп. Пишем корневой селектор. Именно в нем мы будем записывать наши переменные. А теперь присвоим их. В данном случае это цвет, размер шрифта и ширина. Как видите, справа скомпилировался обычный CSS-код. Перейдем к Custom Media. Теперь мы можем использовать ее как переменную, создавая нужное нам имя. Также из нововведения нужно отметить, что WithMax и WithMin заменены на меньше либо равно и больше либо равно. Далее мы разберем Custom Selectors. Благодаря им мы сможем создавать свои селекторы. В качестве примера создадим селектор, который будет объединять Hover и Active. Также мы можем объединять классы и ID. Перейдем к следующей возможности. Color Function. На GitHub репозиторию данного плагина вынесены все доступные функции. Разберем некоторые из них, а именно затемнение и осветление цвета. Также эти функции мы можем использовать вместе с переменными. Последнее, что мы разберем из CSS-next в данном уроке, это будет возможность удобно задавать градацию серого цвета. Итак, давайте подведем итоги данного урока. Мы разобрали схему работы пост-CSS, подключили его к сборщику проекта Gulp, познакомили с плагином Autoprefixer, а также разобрали возможности группы плагинов CSS-next. Ну что ж, на этом все. С вами был Баев Дмитрий и канал LoveBlog. Пока-пока!